окей итак всем привет друзья меня зовут павел саверченко и сегодня мы снова встретились евгений врачихин привет женя занимается управлением капиталом давайте еще раз скажи может третий раз мы делаем интервью чем я занимаюсь ну во первых торгую на российском фондовом рынке управляя капиталом инвесторов ну и занимаюсь этим с помощью торговых роботов по сути портфеля алгоритмов около 30 стратегий в портфеле я на них всю рутину скинул то есть ты по сути в плане у бизнеса да то есть человек который занимается там своим бизнесом и он там и продавец и доставляет там а потом чтобы ему как-то бизнес развить да и двигаться дальше и можно сделать делегировать по сути ты делегировал там по сути да потому что там руками невозможно там 500 ну не 500 ладно 50 инструментов одновременно торговать до 50 разной стратегии то есть это нереально физически человек у нас все репет монитором всей клубки так нажимать особенно если это высокочастотные какие-то скальперские стратегии то есть роботы все равно понадежнее будут и не устают и не спят как бы да то есть все время четко исполняется алгоритм хотя у них интуиции хотя бы и нет да то есть это наверно минус будет но зато по крайней мере они какие-то случайных сделок таких вне системных они будут совершать то есть результаты будут по сути прогнозируемы да если ты правильно протестировал систему то ты знаешь чего ожидать она не сольет в один прекрасный момент да там ей не покажется что там чего-нибудь она не возьмет ол ин не зайдет на все деньги поставят в одну сделку да и не сольет 50 процентов капитала да чтобы такого не было то есть я сам себе не доверяю сам надежный риск менеджмент да да потому что я совершаю ошибки до человека я не могу на сто процентов себя контролировать поэтому я это делегировал роботов вот это очень важная информация и про робота мы поговорим в конце интервью так что досмотрите до конца более того что я же и встречался три месяца назад тоже можете посмотреть предыдущее наше интервью нашем канале и на его каналах это все будет ссылочка под видео сейчас наше интервью наше сообщение она еще скоро недолго не скоро будет живым потому что мы уезжаем вот куда появишь а мы поем кругосветное путешествие это путешествие семьей многодетная семья крус это путешествие у мероприятия проводить везде ну и соответственно автостоповый куча шерфингом тоже ссылочка смотрите наш канал какими же время почему а мы будем рассказывать про то как путешествие с детьми про возможности заработка в интернете про видео блогинг про youtube грубо говоря как заниматься любимым делом путешествовать вместе с семьей простить семью и зарабатывать вот и будем стараться с жене и выходить на связь онлайн возможно да то есть какие изменения будут происходить на на рынках что мне тоже это очень темы интересно это инвестирование и сейчас очень многим интересно как и сказал изначально да вот это делегирование на автоматизация частью больше и больше автоматизации бизнеса заводы автоматизируют полностью там свои процессы да то есть бизнесмены там да распределяют свои обязанности да и женя по сути сделал это на фондовом рынке сейчас мы здесь находимся да в этом роботы колбасит там что-то торгуют по сути да это очень круто ну и давай тогда мы поговорим о финансовых рынках что сейчас вообще происходит на рынках сейчас маран крепчает как говорит сейчас такая помощь заприне на глобальных финансовых рынках да то есть ну скажем оптимизм зашкаивает рынки растут все перекуплено глобально до что и сын пишет о российский рынок ну все мировые рынки да по сути и сейчас санвестер и волатились очень низкая она на минимальных уровнях за последние 20 лет то есть это что значит что у него колебаний сейчас настолько минимально что практически никакие спекулятивные стратегии не работают то есть по сути трейдеры сейчас как бы ноют воют да потому что не могут заработать либо там болтаются около нуля да по прибыли и на таком рынке тяжело заработать хорошо когда там все летает все растет там падает кризис это вообще круто а когда рынок на месте идет чисто вправо да очень тяжело для трейдеров многие сливаются до многих просто распиливает но не только за инвесторы тоже но они как бы что-то зарабатывают тоже копейки когда на рынок там ползет медленно там по 0 2 процента в день это уже не серьезно и сейчас таких идей куда инвестировать глобально тоже по сути нет то есть поэтому я жду какого-то всплеска волатильности кого-то нового кризиса потому что если посмотреть вот циклы волатильности да есть двухлетняя примерно цикла волатильности как например вот был двенадцатый тринадцатый год тухлая да с низкой волой спокойная потом четырнадцатый пятнадцатый год сильная волатильность на нашем рынке там валютный кризис был туда-сюда вот сейчас снова шестнадцатый семнадцатый год довольно спокойная тухлая и вот я поэтому жду сейчас ближайшие два года сейчас что-то жахнет но это сто процентов на рынке нет сто процентов нигде как и в жизни да то есть но высокая вероятность это как бы двухлетний цикл волатильности повторяется все да но они как бы не стационарные они могут сдвигаться плюс-минус но примерно но есть еще замечал десяти восьмилетний цикл волатильности то есть это когда происходят крупные какие-то кризисы еще он совмещается с кредитным циклом то есть и такая низкая волатильность сейчас по индексу викс по сути это индекс страха на S&P 500 на америке сейчас ниже десяти пунктов обновляя до свои исторические низы то есть инвесторы спокойно не боятся да сидят как бы ровно на попе в акциях то есть очень большой процент инвесторов кто в акциях сидит то есть это получается проходит десять лет и люди забывают уже конечно первых на рынке у всех короткой памяти многие живут недолго на рынке это раз во вторых и то есть они привыкают последний год-два последнему рынку да и уже не ждут ничего глобального когда их давно особенно не было когда все рынки только растут и все начинают думать что рынки всегда растут да как это было до кризиса восьмого года 2008 в россии когда там бурные двухтысячные годы были все росло как на дрожжах то есть и сейчас такая ситуация получается что это было в девяносто шестом девяносто седьмом году это было в тысяча седьмом году то есть перед как раз кризисами такая вот такие уровни по волатильности были перед кризисом то есть всегда на следующий год там через несколько месяцев сейчас можно сказать предкризисная волатильность такая поэтому сейчас расслабляться точно нельзя куда-то инвестировать в акции и даже в облигации очень опасно за исключение там каких-то государственных облигаций вот поэтому что касается и сантимии сейчас настолько оптимист зашкаливает что даже в журналах форбс там выходят статьи с лицом уоррена баффета который прогнозирует там сантимии 1 миллион и доу джонс миллион пунктов короче если сейчас сколько ну короче десятикратно то есть и сми тоже поддерживает эту положительную динамику да по сути сейчас все негативные новости игнорируются просто вот но негативных факторов которые могли бы тащить и рынке экономику вниз они как бы достаточно много например вот ну например сейчас квартальные отчеты все все показатели по прибыли по ожиданию по прибыли они сокращают то есть видно что экономика в россии в мире она как бы идет на спад то есть рост и замедляется как минимум в россии это понятно что все плохо на рынке растут то есть у нас с одной стороны как бы третий год падает тюжеспособность населения до реальные доходы населения падают а рынки растут это раз недвижимость уже падает с четырнадцатого года и в рублях и в долларах вот и рынки растут как и все хорошо то есть это все как бы искусственно получается по сути это благодаря вот количественных смягчениям надувания экономики и деньгами не обеспечены то есть это же самое в сша просто рынков да но сейчас один момент что как бы все поняли главы государства монетарной власти что это нифига не работает то есть экономику это не разгоняет не развивает да это немножко смягчает падение кризиса да но поняли что это не работает то есть население как было нищим так оно и осталось бы поговорять то есть новые кредиты не заставишь брать если население денег нет и поэтому это все сложить вместе может допустим индекс снп 500 может упасть процентов на 60 на 70 то есть в район 1000 пунктов и даже ниже по аналогии с тысячи восьмого года как то есть как минимум года падение тысячи восьмого года по размерам может даже больше то есть аналог великой депрессии может поставить это какого года великая депрессия тридцатые годы тридцатые годы то есть прикиньте тридцатые годы прошло почти 100 лет а может циклы кондратьева накладываются 70-летний цикл 50 лет но вы видите что же не очень разбирается во всех этих вещах у меня такой вопрос друзья к вам если у вас есть вопросы на касаемые рынков до рынков до экономики и в принципе даже получается ну вообще торговли вообще торговли да то есть задавайте вопросы в комментариях к этому видео прошлым видео посмотрите внимательно и я все же не пытаюсь склонить чтобы он вел свой канал ну благодаря тебе только пытаюсь постепенно постепенно это все-таки что-то как-то двигается давайте сделаем так чтобы это видео набрало допустим ну хотя бы 100 лайков нормально иначе мы с тобой больше не будем стрелять смысла нет как бы туда записываю вообще никакого да 100 лайков только нам с тобой будет интересно получается да давайте 100 лайков наберет это видео тогда мы будем Женей и Женя тоже замотивируется этим и будет снимать все-таки больше видео на своем канале я пока не гарантирую на своем канале будет стараться по крайней мере это больше еще делать хорошо вот такая вот финансовая штука да получается про это мы все сказали да про рынки бакс постоято как бы все в силе пока все еще ничего пока не поменялось сейчас он стоит пока на месте и ждет пока вот это все надувание российского пузыря получается да американских вот этих вот рекордов да все это не рухнет сейчас ставочку фрс постепенно поднимает и цб тоже то есть политмонетарная политика потихонечку встречается инфляция не разгонялась в мире поэтому сейчас уже не будет таких темпов роста да и денежная масса будет потихонечку изыматься с рынков это все может как минимум коррект начаться с коррекции да а закончится как бы очень плохо то есть может перейти в какую-то неконтролируемую ситуацию по падению да на рынках в общем ждем всплеска волатильности но не смотря заработать кучу бабла по даньку заработка швыла но несмотря на все это что сейчас идет стагнаться вот это все да непонятки вот эти все несмотря на все это люди продолжают инвестировать ну да сейчас кстати на нашем рынке особенно очень много инвесторов в акции развелось то есть много как бы баранов нерезанных и непуганных как бы идиотов очень много да которые не помню тысячи восьмой год они посмотрели ага за 6-7 лет рынок все время растет как бы да вот и сейчас очень популярно стало купил и держи снова дивидендерные истории эти все вещи инвесторские потом я думаю как бы их много нагреет очень сильно популяризация фондовых рынков растет нашей стране получается да относительно там сейчас ну рынок на максимум шал близко к максимуму в россии нет я имею ввиду что те кто вкладывает да и как следствие начинают люди подтягиваться потому что вирже с инвестировать некуда да депозиты в банках как бы копеечные ставки поэтому идут на фондовый рынок в надежде заработать больше да но раньше меньше народ ушло ну да сейчас больше а есть какие статисты каком соотношении очень много народу идет на максимум рынка всегда когда рынки растут и обновляют свои максимумы это раз это больше всего и также во время после кризиса когда все упало когда все дешево тоже народ подтягивается у кого еще свободно деньги остались да кто еще не потерял свои бизнесы на каких-то экстремумах а когда рынок посередине в болоте стоит там еще никого притока нет да и получается 100 год назад где-то говорили о том что ты шел к миллиону да ой к 100 тысячам футы 100 миллионов да было дело 100 миллионов да записывали и кстати он в принципе неплохо ну продолжает набирать просмотры тоже можете посмотреть ссылочку тоже мы укажем внизу тогда у нас было онлайн тогда было онлайн интервью у нас и идем на 100 миллионов идем на 100 миллионов и сейчас ты бы хотел поговорить о миллиарде то есть несмотря на все это да люди инвестируют продолжают инвестируют да то есть как бы портфель растет да то есть есть перспектива идти вообще к миллиарду ты имеешь в виду под управлением да об этом же мелочи да ну видишь как бы я так подумал что 100 миллионов это в принципе не так уж много да я так посчитал сколько мне нужно для счастья для комфортной жизни да то есть я так прикинул что миллиардом управлять было бы довольно неплохо то есть это позволит зарабатывать примерно только по скромным расчетам где-то 3 ляма рублей в месяц то есть еще год год на рынке ты осознал что да 100 миллионов да я осознал что я могу больше просто как бы 100 лямов как бы ни о чем получим больше опыта я посчитал сколько я заработаю да но это как бы не очень но ярд это скорее долгосрочная цель я не говорю что завтра там я достигну но как бы до 50 лет я если жив буду конечно я скорее всего я закрою я как бы есть понимание как это сделать и как бы уверенность потому что я вижу что могу вот и все ну ты подкрепляешь своим опытом да это расчет довольно консервативный при условии если всего зарабатывать 20 годовых с ярда это не так уж сложно на самом деле вот и там если брать 20 процентов с прибыли инвесторов да это в принципе 3 ляма это выйдет в месяц в среднем да ну может и больше там посмотрим как пойдет аппетиты растут во время еды как говорится ну а вот какие факторы ты можешь сказать то есть даю тебе уверенность в том что ты можешь почему люди ко мне пойдут да скажем так ну в том числе и буду продолжать инвестировать во первых тот продукт который у меня сейчас есть да и который развиваю по сути у него нет конкуренции то есть вот вся индустрия мировая инвестиционное управление капиталом да напросто никакая ее просто как бы нет то есть там настолько убогие продукты результаты то есть все управляющие инвестиционные компании они в лучшем случае они зарабатывают там ну максимум инфляцию ну 10 годовых они зарабатывают там в моменте может 15 да но это ни о чем согласись ну для большинства россиян да для большинства инвесторов это смешно только инфляцию об игровых это в лучшем случае в худшем случае они теряют то есть при таких доходностях 10 ну максимум 20 годовых у них просадки там по 50 процентов в таких портфелях да по 70 в кризисах да то есть отношение доходности и риска оно просто никакое вот и поэтому и при том что в таких просадках люди по 5 лет могут там кризис пересиживать да какую-то это классическая схема там купил и держи вот а у меня с другой стороны более активные спекулятивные стратегии с помощью робота да они позволяют зарабатывать на рост и так и на падение да то есть получается что не важно что будет с рынком и такие стратегии позволяют иметь большее соотношение доходности к риску да то есть допустим ну как минимум 1 к 1 как максимум 2 к 1 то есть при риске 10 процентов ожидаемая доходность 20 годовых да и при риске скажем 30 процентов ожидаемая доходность около 90 процентов годовых то есть отношение доходности к риску в разы как бы лучше То есть постепенно, конечно, пока объем небольшой, я занимаюсь как физлицо. Постепенно, конечно, будет какая-то компания. А ты можешь говорить, сколько у тебя? Ну, сейчас, скажем, около 20 лябов. Около 20 лябов, да? Пока немного, есть куда настиг. Так, сделаем небольшой певрир. И также вот то, что Женя говорил по его торговле, что он делает, тех рисков, о которых ты говорил. То есть соотношение рисков твоей торговли и фондового рынка, акционного, фьючерсного и так далее, с новым трендом, который продолжает набирать обороты. Это блокчейн, это криптовалюты, это биткоин. Опять биткоин. У меня уже нет этого слова реально. То, что сейчас инвесторы, они как бы, сейчас все больше и больше также становятся этих людей, которые готовы вкладывать достаточно большие деньги, у меня есть такие знакомые, да, в биткоин. И сейчас открываются криптофонды, сейчас SEO, вот это вот, да. И вот какая разница в отношении рисков, да, в отличие вот от этой всей темы и стандартной, чем ты занимаешься? Ну, во-первых, по моей теме, там, по роботам, там примерно понятно, ожидаемая доходность, да, сколько ты будешь, да, на основании тестирования истории, скажем, за 10 лет, можно примерно предположить, сколько это будет, какая доходность будет в будущем, да, и какие риски, какие просадки, какая доходность будет. По криптовалютам же тут, по сути, риск какой 100%, что либо она обнулится, то есть сама валюта упадет, либо какие-то технические риски, там, что их закроют, биржу закроют, да, там, деньги украдут, какие-то технические риски. Ну, если я побегусь биткоин, то ФРС очень быстро прикроет эту лавочку. Но пока же дают? Комиссия по ценам. Пока, потому что капитализация копеечная пока, они серьезного конкурента не видят к себе. И тут плюс к этому развилось много мошеннических схем вокруг КСЕО, вокруг криптовалют, да, как хедж-фоды открываются, да, есть инвесторы, конечно, но надо понимать, что риск 100%. Ну, доходность непонятная какая будет, да, то есть ожидаемая доходность неизвестна. То есть я думаю, что даже если биткоин еще подрастет, то таких же тысяч процентов, десятых тысяч процентов он уже не покажет ростом. Ну, сейчас как бы уже зашкаливает. Прогляжирует, что он уже больше 10 тысяч будет? Ну, 10 тысяч может, да, сейчас как бы сколько? 6. 6, да, с небольшим. То есть, по сути, сейчас идет уже пятая волна роста, ну, на мой взгляд, да, полет, я прикидывал, что, в принципе, еще может порасти, но это не будет вырастить. Там не будет до 50 тысяч, да, как многие. А другие криптовалюты, которые сейчас только начинают двигаться? Там все то же самое, то есть, в любом случае, если этот рынок пойдет одновременно вниз, то есть, в любом случае, если там что-то, Китай ведут уголовную ответственность, например. Начнут всех сажать, всех подряд. Как бы под видом борьбы с мошенничеством, да, ну, это ударит по всему рынку криптовалют. И все, все рухнет, наверное. И возьмет, там, биржа скажет, ой, извините, мы закрываем, ваши денег больше нет, как бы, просто заворозят ваши деньги. То есть, тут, короче, никто ничего никому не должен? Да, по сути, нет ответственного лица. То есть, если в процедуре IPO, например, кучу кипу документов собираешь, да, подтвердить, как бы, свои результаты, что ты, там, не мошенник, да, действительно, компания, работающая бизнес, там, туда и сюда, то, в этом случае, в VSEO тут нет ответственного лица. По сути, децентрализация, она, тут ее минусы возникают, да, то есть, не с кого спросить, кто там деньги украл, не украл, если компания потеряла деньги, то есть, проект не выстрелил, да, то ли люди потеряли деньги, там, с кого взять, ну, не с кого, и в концов неправильно найдешь, поэтому риски очень высокие. А люди-то все равно несут деньги, то есть, они не понимают, что ли, этого? Или на фоне общей движухи, типа, там, друг сказал, ну, ладно, вроде нормальная тема. Да, во-первых, многие не понимают. Во-вторых, большинство людей неверно оценивают риски свои. То есть, я не говорю, что сюда нельзя инвестировать, сюда можно инвестировать, но небольшим объемом капитала, там, один, два, три процента капитала, что там риска сто процентов, да. А многие этого не оценивают, это во-первых. Во-вторых, у многих просто денег нет, им хочется по-быстрому разбогатеть, расплатиться, заработать, то есть, там, как и в ОММ, и нифига сделать миллион, как бы, да. Таких много желающих. Да, и поэтому люди туда несут уже от безысходности, это уже где-то можно заработать. Особенно сейчас заработиться очень высоко, особенно в России. Люди просто не на что зарабатывать. То есть, унесы копейки, несут эти биткоины, надежды, там, что с манной небесной спустятся, они раскутят, там, до миллиона долларов. Кстати, напишите в комментариях, что вам интереснее, сразу же разбогатеть с большим риском, или все-таки... Или стабильно, каждый год зарабатывая, там, небольшой процент, ну, скажем, до 50 миллионов. Напишите в комментариях ваше мнение, очень интересно. Многие скажут, что побыстрому штутиться, но потом они скажут, мы остановимся и все, выйдем из игры, из казино. Если получится. Но никто не останавливался еще, всем так кажется, но таких я не знаю. Просто поизучайте историю, да? Да, и все активы, вот если поизучать историю, опять же, за последние, там, 300 лет, то все подобные активы, которые вырастали на тысячу, на десять тысяч процентов и выше, они всегда падали от своих максимумов на 90%. Тюльпаномания. 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 Раз. Один из явных примеров. Почитайте правильно. Кризис Доткомов в 2000-х годах. Это очень похоже на аналогию, как и сейчас с Диткоином. То есть, когда интернет-компании привлекали деньги под IPO, ведь ничем не обеспечены, то есть, они, по сути, ничего не зарабатывали прибыль, то есть, их покупали на ожиданиях. Привлекали деньги на ожиданиях будущей прибыли, которые, как бы, не прогнозируют. То есть, настолько манят, шизофрения зашкаливает, что несли деньги под них штоками, да, как и сейчас, по сути. Вот. И плюс, перед Великой депрессией тоже фондовый рынок США, он вырос, там, фактически на тысячу процентов за несколько лет. Поэтому, то же самое, потом он рухнул на 90%. То же самое, все история повторяется, как понимают. То же самое с ММБР, да, например. То есть, та же самая истерия, как сейчас слышу, с биткоином была в 2012 году. А почему же тогда, допустим, правительство, да, Российской Федерации говорит о том, что они готовы делать число и криптовых? Зачем? Это все словарные. Ну, как они ее сделают? Смысл ее делать, да? То есть, они будут разумывать денежную массу, рублевую, доллары, да, и вот они выгодят. То есть, лучшее, что могут сделать, это ввести торговлю криптой на московской бирже. Это как поле реальное. Но они поняли, что если они не смогут запретить, они попытаются ее возглавить. Либо насчет налоги брать с операций, с майнинга, да, например. Либо ввиду торговлю на московской бирже. Просто они, по сути, делают небольшой фундамент для подстраховки, да? Они максимально попытаются ее зарегулировать, чтобы все сливки снимать, чтобы держать там по гузде. И чтобы побезопасить также народу от лишних мошенничеств, которых развилось. А, допустим, то, что касается фондовых рынков, да? То, что ты говоришь, на них... То есть, такого не может случиться, что рынок там закроется. То есть, происходит, пройдет крах экономики. И это вообще маловероятно. Ну, это маловероятно. Но рынки могут закрыть, чтобы просто перестануть панику, да? На день, на час, на неделю. Какой-то время. Ну, максимум на месяц, да? Если совсем там все рухнет, повторится там 98-й год в России, или там депрессия в Штатах. То есть, это максимум, что будет. Но потом все равно торговля возобновится. Там же тоже все зарегулировано. Таких мошенничеств как бы нет. Как те времена в листе. В отличие от биткоинов, щиткоинов и всего разного. И получается, на твоей стратегии, еще раз скажи, какие риски в отличие от биткоинов? Ну, во-первых, когда я работаю с инвестором, инвестор сам от себя определяет, сколько он готов рисковать процентов от капитала, да? Ну, например, если он говорит, что я готов рисковать 30-ю процентами капитала, да? То в этом случае ожидаемая доходность будет около 60-и процентов годовых. То есть, две ставки риска, примерно. Вот. Если он скажет, я консервативный, я готов рисковать, скажем, 15-и процентов от капитала, то он может заработать примерно 30-ю процентов, например. По крайней мере, более оторганизированных. То есть, конечно, года бывают разные, бывают волатильные, бывают ухлые, как эти года. Но в среднем на дистанции 3 года вероятность достижения этой ожидаемой доходности специально. То есть, если у человека, у инвестора, да, есть достаточно большой, большой капитал, да, который он не знает, куда придет, он спокойно может с определенными рисками, да, о которых ты сейчас говорил, да, это сделать. И быть уверенным, да? Ну, на сколько процентов может быть уверенным, что он получит вот эти самые проценты свои риски? Ну, если смотреть, скажем, по итогам 3-х лет, что он заработает целевый доходность с вероятностью 80-90 процентов. Может быть чуть не наберет, может чуть даже больше будет, в зависимости от сезона. По итогам 3-х лет твоей публичной торговли? Да. Ну, не публичной, а вообще с работы с инвестором, да. С работы с инвестором. Ну, год, года бывает, а один год как бы не показатель, тоже разные бывают волатильные станки. Может быть тухляк, может быть кризис. Поэтому, а, мои системы позволяют и в кризис зарабатывать, когда там все рушится, все теряют бизнес, все теряют деньги. Наоборот, для спекулянтов, и трендовых стратегий это самое хлядное время. Там уже куча базы работают. Ну да. Да. Поэтому ждем всплеска волатильности. Хорошо. И тогда давай поговорим с тобой о роботах, да. То есть плюс и минус о том, что мы говорили в начале. Плюс и минус роботов. Почему еще более интересно, да, работать с роботами, да, с твоей системой, по сути, да. Потому что ты делегировал их, да. То есть постоянно им управляешь, по сути, да. У тебя есть какой-то центр управления, да. Центр управления полета, а у меня куча мониторов, там куча алгоритов. Вот. И где ты контролируешь, да, по сути, они не просто там, да, сами там в своем полете, все равно же они их контролируют. Безусловно, ты говорил, что ты еще их усовершенствуешь, да. Постоянно пишешь новые стратегии. Да, постоянно добавляю новые стратегии в портфель. Какие-то не рабочие, я выкидываю иногда до лучших времен. То есть, ну, как получается, что... Конечно, нельзя их совсем оставлять без присмотра, на самом деле поглядывать. Есть как-бы недостатки у робота. Ну, начнем с плюсов того, что скорость выполнения заявок, да, скорость высокая, получается от человека, да, если сравнивать с ручной торговлей, то он гораздо быстрее будет сделки совершать, будет оставлять заявки, это раз. Во-вторых, ну, как бы не устает, у него нет эмоций у робота, да, он спокойно будет... Вот, вечерняя сессия... Ой... Ну, да, вечерняя сессия длится до двух часов ночи, да, вот в перенебуржском времени с двенадцати до двух, да, по сути. То есть, сколько-то часов получается, по-моему? Четырнадцать. Ну, вот, да, четырнадцать часов человеку при мониторах нереально сидеть и нажимать кнопки, да. А роботы, как бы, не устают, ничего, они не плачутся, то есть, они не боятся, там, нет эмоций, то, что они потеряют, и всё равно... Кушать туалет не просто. Это, с одной стороны, да, это плюс, то, что у них нет эмоций, с другой стороны, это минус, потому что, если какой-то форс-мажор, да, если какие-то неадекватные действия на рынках, он не сможет адаптироваться, да, где-то выкручивать там себя он не сможет. Ну, хотя это можно запрограммировать, да, по рейс-мажору, чтобы он, там, или снижал объём, или ещё как-то, или вообще закрывал. Если вы увидите какие-то движухи ненормальные. Да. Ну, это тоже, как бы, нет гарантии, да, в этом плане. Ну, плюс, возможности по диверсификации, то есть, как я сказал, то есть, руками ты не сможешь 50-100 активов, одновременно торговать, отслеживать, и 50 стратегий гораздо торговать тоже не сможешь. А робот это может. Либо тебе нужно нанимать просто... Да, либо 50 человек нанимать, только как платить, да, они будут только штаны просиживать, толку от них никакого не будет, да. А роботы бесплатно на них работают, посмотрите, один раз написал, и всю жизнь, и торгуй за них. Вот. И это позволяет, вот эта диверсификация позволяет снижать риски в портфеле, из-за чего-то этого. То есть, из-за чего-то этого получается такое соотношение доходности и риск хорошее получать. Ну, около двух. Плюс ты можешь потестировать на истории, и ты знаешь, чего ожидать от них в будущем. А то многие что-то торгуют, там, руками, да, какие-то свои прогнозы или свое мнение, может быть, это случайно сделать эту суть. Да, они, может, заработали руками, да, но в этом нет системы. Они не смогут повторять это стабильно и зарабатывать на этом деньги. Иногда повезет, иногда не повезет. Тут, как бы, понятно, предсказуемо, чего ожидать от системы в дальнейшем. Ты видишь, когда, если она превышает, допустим, лимиты по просадке, ты, ну, можешь ее выключить. А вот человек торгует, торгует, он иногда впадает в тильт, он не осоздаёт свои действия чтенько. Потом, бас, просыпается, он и торговал, минус 50% капитала слил. Ой, что же делать-то? То есть, в какой-то момент, он может совершать неадекватное действие и контролировать себя. Тут, почему я на робот перешел еще раз, думаю, что я понял, что я не могу себя контролировать. Я написал все четкие правила, алгоритмы входа-выхода, стратегии, да, объем капитала, как вы торговать. Ну, я 95-99% я соблюдаю эти правила, но одна-две сделки, 1-2% каких-то ошибок могут стоить мне, там, третий или половину депозита. И это не только Женя, это все трейдеры. Да, я не знаю ни одного, который бы на 100% дал свою систему. Вот. А не система трейдинга, он не дает стабильного заработка, в любом случае. Только какая-то, интуиция у тебя не была, то есть, это не реально. То есть, да, ты можешь попасть в фазу какую-то, да, там, на год заработать. Потом рынок поменяется, и ты не сможешь адаптироваться из своих тараканов, но тебе будет казаться, что сейчас рынок вернется, снова какой-то. Ты помнишь, когда ты зарабатывал, раньше у тебя ностальгия, да, что сейчас вот-вот снова появится такая волна, там, рост или плагин, ну, твоего рынка, да, твои закономерности, и ты снова на что-то зарабатываешь. Но не факт. Рынок постоянно меняется с одной стороны, закономерности чередуются. То есть, в один год работает одно, в другой год работает другое. Поэтому нужно под разной фазой рынка иметь свою систему, свой алгоритм. Вот. Вот сейчас весь мир стремится к автоматизации, да, и к экономии, то есть, эта экономия сдержит большая. Поэтому и в трейдинге то же самое. То есть, в Америке уже 95% сделок совершают роботы. В России, ну, может быть, 70-60-70%. Это крупные компании переходные? Или кто вообще? Это все дел. И частные алготрейдеры дома у себя, и компании, и даже фонды крупные, которые торгуют по стратегии купил и держи, какие-то фундаменталы отыгрывают, они тоже, по сути, исполнение идет роботами. То есть, если им надо огромную позицию набрать, они просто разбивают на сотни сделок, они могут каждую минуту по 10 контрактов покупать, и никто этого не заметит. То есть, не сразу миллиардов и раньше в стакан, а постепенно уходить на протяжении недели, например. А то, что ты говоришь, что твоя система, она не имеет аналогов. В чем отличие тогда? Аналогов, я имею в виду, что вообще в авиационной индустрии таковой. Крупный капитал управляются преимущественно по стратегии купил и держи. Но у них соотношение доходности к риску ниже единицы. То есть, при доходности 10-20 годовых в лучшем случае риски остатки будут до 57 процентов. А у меня наоборот доходность превышает официальный риск. То есть, ты не просто используешь роботов, ты еще с ними очень круто работаешь, так? Да. То есть, если ты активируешь крупные компании, как бы да, то есть, много уже в Америке 95. Они бы их использовали просто для того, чтобы было удобно. Ну, по сути, это чтобы снизить просто человеческий факт, во-первых, эмоции, во-вторых, экономия ресурсов трудовых. То есть, не надо нанимать штат сотрудников, штат трейдеров, которые бы седали эти контакты. все. Ну, все. Супер. Было очень приятно пообщаться, очень много полезной информации я лично получил для себя. Каждый раз, когда Женю встречаюсь, вроде будет что-то там много знаний, но каждый раз какие-то моменты для себя улавливают дополнительно. Поэтому подписывайтесь на канал, на мой канал. Жмите колокольчик. Жмите колокольчик. Да, ссылочки все будут под видео. Вот. смотрите стейтмент, Женя, да, то есть, обращайтесь. И в следующий раз, ну, как получится, встретимся уже онлайн, я думаю. Ну, где-нибудь там из Таиланда, из Америки, запишемся. Посмотрим. Будем наблюдать за движением, за рынками, за торговлей, за алготрейдингом. Подписывайтесь. Всем счастливо. Удачи.